И всем снова привет моим подписчикам, с вами снова канал Любопыт, и сегодня я хотел бы поиграть в хоррор игру, которая называется The House HD. Это игра на Android, но разумеется я использую эмулятор. Эмулятор мне снимать удобнее. Ладно, во-первых, что это за игра? Я вообще... На эту игру есть три версии. Про The House Просто, The House Lite и The House HD. The House Lite это бесплатная неполная версия. The House Просто это полная платная версия. А The House HD это тоже полная платная версия, но при этом с улучшенной графикой. Вы спросите, почему я ее скачал? Ведь она же платная. Да вообще-то много кто платные игры покупает, а тем более на эту игру была распродажа. И эта игра бесплатно давалась. То есть, бесплатная была игра некоторое время в Google Play. Ну и разумеется я не упустил случая, чтобы ее скачать. Итак, сразу предупреждаю. Это уже будет действительно страшная игра. То есть, все эти игрушки, которые мы раньше играли. Типа Грэнни, Монашки, Умо там всяких. И Сайлент Хилл первой части. Но насчет Сайлент Хилл я пока еще не знаю. Я еще там много не прошел, может там еще будет что-то страшное. Так вот, все эти вот игры это не ужас и атака, одно название. И они вот этой вот игре и в подметки не годятся. Вот сегодня мы реально уже будем пугаться. Реально пугался я, наверное, только тогда, когда я играл в проклятие Софии. Вот это вот, да, это была тоже жесткая игрушка. У нее скримеры, потому что были внезапные. И вот так вот орали. Да, я помню тогда орал и тоже от скримеров ругался матом. Поэтому сейчас я, наверное, если реально будет страшно, я тоже могу поорать. Ну и я еще хотел сказать Бенди. Ну Бенди он так, средненький. Но он не слишком страшный, поэтому тоже ему далеко, наверное, до этой игры. Ладно, давайте пока прочитаем. Происходящее здесь не поддается никаким вразумительным объяснениям. Смельчаки и просто любопытные, отважившиеся проверить ужасные слухи, ходящие вокруг этого давным-давно заброшенного и богом забытого места, исчезали без следа. Что с ними произошло? Их никто и никогда больше не видел. Вот и мой старый добрый друг записался в число отважных. Не знаю, что сподвигло его на это. Возможно, ему были небезразличны судьбы людей, посетивших этот старый заброшенный отель, построенный непонятно где, дорога к которому давно взросла. Он тоже исчез, как и все остальные искатели приключений. Слуги законно упорно отказываются связывать пропашу моего друга да и всех остальных людей с посещением этого места. Но я-то знаю, что он остался где-то там. Он вошел, но назад не вышел. А еще я знаю, что он остался где-то там. Нет, а еще я знаю, что он планировал запечатлеть все на камеру. Хочу я того или нет, но мне нужно найти своего друга. Ладно, пусть его уже нет в живых, но я обязан попытаться отыскать хоть что-то, что прольет свет на его исчезновение. Камера. Возможно, мне удастся ее отыскать. Ну ладно, продолжить. И начинается игра. The House Запаситесь туалетной бумагой на всякий пожарный. Ой! Что это было? Я еще даже играть не начал, они уже показывают тварь. Но возможно, именно эта тварь, наверное, и будет за нами ходить. Так что тут используют джойстик для перемещения к пунктам меню. О! Интересно. Так, ну ладно. О! Меню. А, прикольно. Выбор графики. Пусть будет. Высокая. Возьмем высокую графику. Выбор зига. Тут уже стоит русский. Нам он-то как раз и нужен. И начать игру. Так, ну чё. Блин, вот только подвисает опять чуть-чуть управление. Блин. Мне все никак некогда чистить жесткий диск, потому что у меня там нету ненужных файлов, увы. Поэтому надо быстренько тут поиграть в те игры, которые я сейчас снимаю. Я их доснимаю до конца. И тогда уже почищу, собственно, жесткий диск. Ладно. Убираем новую игру. Новую игру, я сказал. Так. Но это я здесь пробовал чуть-чуть играть. Я еще нормально не прошел. О! Открылась дверь, и мы входим. Так. Ну поехали. Сюда я отправился, мой друг, чтобы раскрыть тайну всех исчезновений. Да. Как же темно здесь. Действительно жуткое и забытое место. Найти камеру своего друга. Задание. Так. О, фонарик. Фонарь. Просто повезло. Хм. Такое ощущение, что меня тут уже ждут. Так. Ну вот мы взяли фонарик. О! Ну со светом хотя бы не так страшно. Вообще-то во всех хоррор играх, я тут заметил, присутствует такая штука. Ходить с фонариком. Так. Ну ладно. Вот мы вошли. Так. Ладно. Ой. Вот тут фишка такая плохая. Близко ты подходишь с этим фонариком, и становится все такое яркое, что невозможно разглядеть. Это, конечно, мешается. Так. Ну ладно. Видимо, нужно открыть дверь. Эй. А, стоп. Мы же пришли отсюда. Мне же туда нужно. Мне же нужно туда идти. В коридор. Так. Перед тем, как отправиться сюда, я пытался связаться с ним по телефону, но безрезультатно. Без связи он бы никуда не ушел. Может быть, удастся найти его телефон. Ага. То есть теперь нужно еще и телефон искать. Найти мобильный своего друга. Угу. То есть нужно еще и телефон теперь искать. Я еще камеру не нашел, а теперь нужно искать телефон. Ну ладно. Так. Ну, судя по всему, нам, если уж эта комната открыта, нам сюда. Блин, ну из-за этого, конечно, освещение видно плохо. Ладно. Но графика здесь действительно четкая, но надо фонарик сделать менее ярким. Мешает то, что тут фонарик очень яркий. Тут везде валяются какие-то баночки, газетки, коробочки. Да, тут полным-полно всего этого. О. Да, вот уж действительно, богом забытое место. У черта на куличках где-то этот отель находится. О, записка. Здешние обитатели ужасны. Кем или чем они созданы? Этого не знает никто. Многие даже не верят в их существование, но обходят это место десятой дорогой. Но я-то знаю. Встреча с ним, с любым из них неминуемая смерть. Причем собирать то, что от тебя останется, будут очень долго, если останется хоть что-то вообще. Блин. Мне уже немного становится страхово. Нет, серьезно, эта записка уже вводит меня в этот, так сказать, в чувство не по себе. Ну, а вернее, мне стало не по себе от этой записки. Вы меня поняли. Так. Блин. У меня тут хомяк поскребся за спиной. Я испугался. Хом, ты там аккуратней. А то я сейчас заору от страха. А скримера-то нету. Блин. Когда играешь в ужастики, обязательно начинается что-то мерещится. Тьфу-то, начинается что-то мерещится. Почему такая штука, я не знаю. Так. Так. Ну, здесь пустые, вообще ничего нет. Так. Так, аккуратно. Я боюсь. Серьезно, я боюсь. Заходим в эту комнату. Так. Окей. Так. Подождите. Дайте я звук убавлю. Нет, реально. А то страхово. Вдруг еще тут гор какой-нибудь будет. Я беспугаюсь. Нет, серьезно. Я не хочу слишком сильно пугаться. Эти все ужастики, они, как правило, на психику влияют, на нервы. Чтоб там не слишком-то, если они действительно страшные. А тут пока что я со скримером еще не сталкивался. Поэтому я сейчас могу вообразить себе все, что угодно. Хом, ну все, хватит меня уже пугать. Я там просто хомяк в клетке шарится. Мне кажется, что тут тварь какая-то ходит. Главное не путать. Так. Так. А, задержка, блин. Зависает управление иногда. Подлагивает. Так, стоять. Я тут, кажется, еще не все исследовал. Ну точно, я же еще в эту комнату не заходил. Что тут у нас? Холодильник. А, то есть это кухня. Да, вон тут плита. Стол. Да, и тут везде. Ну вот везде валяются какие-нибудь коробочки, пачечки, пакетики и банки. Еще газет полно валяется. Но ничего полезного, пока я, кроме той записки, не обнаружил. А больше записок я пока не наблюдаю. Может тут, где записки есть? Так. О! Закрытая дверь. Я сюда не заходил. Не. Пусто. Это ванная. Так, ну ладно, осторожно выходим. Ой! Это что еще за чудище? Из комнаты вышло. А, то есть нам теперь от него нужно будет бегать. Он туда ушел. Так, а это что тут дверь? Опа, закрыта. Найдите ключ. Ну, ключ. Ну, ключ, скорее всего, вот в параллельной комнате. Так, ну, надеюсь, тварь больше по комнатам не захочет вот это вот расхаживать. Так. Посмотрим, что у нас тут есть. Так, сойдем пока вот в эту комнату. Походим тут. Походим тут, поищем. Слышно. Я сейчас просто прямо позади меня, клетка с моим хомяком, и я слышу, как он там шевыряется, и мне кажется, что твари ходят. Но сейчас я все, я уже могу различить то, как шевыряется хомяк, и то, как уходят тут твари. Ну все, то есть я увидел эту тварь. Теперь я хотя бы имею представление, как она выглядит. И да, я был прав. Нам в самом начале игры показали именно этого монстра. Но я видел только его заднюю часть, а лицо не видел. Давайте-ка записку эту прочтем. Так. Так, падальщики. Да, именно так я их назвал. Издавая дикий рык, они блуждают этажами в поисках новой шерквы. Услышав его, тебе лучше найти безопасное место и затаиться, чтобы не быть разорванным на куски. Блин. Это меня пугает сильнее. То есть, получается, мы с вами только что видели падальщика. Ну хорошо, теперь я хотя бы еще знаю, как он называется. Чтоб не говорить, просто вот эта тварь. Всякое там еще. Так. Тут у нас снова кухня. И нет ничего полезного. Вообще. Так. А, я в ванну еще не заходил. Только вот боюсь, вдруг падальщик там ходит. Он тут ходит по коридорам, сад вперед. Давайте подождем. Вот понаблюдаем просто. Вон он прошел, я так и знал. И назад поперся. Ну все, теперь входим в ванную. Ой. Тьфу ты, полка упала. Блин, ну я уже звук... Надеюсь, этот звук падальщика не привлечет. Вроде нет. Он сюда не идет. О, ключ! Вы нашли ключ. Отлично. Падальщик у нас где? Он сейчас должен вон из той комнаты вылезти. Хочется все-таки посмотреть повнимательней, как он выглядит. То я в самом начале не сумел рассмотреть его рожу. Но надо очень осторожно. То еще нападет, и тогда хана будет. Ну что? Падальщик, соизволишь выйти? Я тебя жду. Да, кстати, там было написано Падальщики. То есть я не понял. Их тут еще и много. Получается. Мне... Я... Мне только одного хватает, я его боюсь. А тут их еще и много. Да, я помню, как сразу с тремя врагами боролся в Бензинзинг машин. Типа вот это вот банда мясников. Ай! Пала решетка. Черт! Два падальщика! Бежим! 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 Дверь скрипнула еще так. Бежим, 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 бежим! Лепетываем! Стоять! Куда это я прибежал? Я тут еще не был. Оу! Нет, 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 нет! Блин! Куда я вообще попал? Где я нахожусь? А, нет, вот, я понял Я вернулся на... Но подождите, я там что-то видел Нет, серьёзно Так, стоять Опа Так Что тут? Ты уверен, что хорошо осмотрел все комнаты? Возможно, камера и телефон где-то на этом этаже Да, я там видел что-то, но не смог сойти, потому что мне падальщик помешал Ну ты, блин Приблуда Встань от меня Засранец То есть, да, я был прав Тут два падальщика сразу Вы б видели? Он Оу Оу, шит Давай Ну уходи, уходи Слава богу, он меня не заметил Лучше... Всё, теперь я хотя бы не боюсь Можно звук прибавить Так А, нет, это записка Чё тут? Не стоит идти сразу вперёд, поднявшись на второй этаж Иногда лучше подождать минутку, осмотреться, вслушиваясь в темноту Спасибо за информацию Блин, ну вот только я заблудился С этими падальщиками Я ещё там всё не осмотрел Я уже сюда пошёл Ну тут пусто Блин, не осмотрелся я с этими падальщиками как следует Хм, пусто Так, попробуем в эту комнату зайти Закрыто Найдите ключ Опять ключ искать Да вот только не могу я А, не могу пока ещё идти на второй этаж Ладно, ну и где падальщик? Вы помните, я через падальщиков не попрусь Так Закрыто найдите ключ Да, блин Сколько же тут ключей-то надо искать? Оу Не-не-не Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-нет-нет-нет-нет Даже не думай, падальщик Сегодня ты меня не сожрешь Я надеюсь В комнату пошел Да, блин, он там Порыкивает слегка, я слышу Там был издавая глухой рык Ой Надеюсь, ты меня не спалил Давай Уматывай Уматывай отсюда Блин Идем осторожно, чтобы он нас не заметил Самое главное еще на второго не напороться Их же тут двое Открываем дверь Ой Так Ну ладно Куда идти? Ну давайте в открытую ванную пройдем Ох Ну тут была пара страховых моментов Типа дверь скрипнула И Типа этот Что там еще было? Вот Когда полка упала Я тогда реально испугался Да, и когда еще упала Решетка Но это еще не достаточно страшный момент Что поорать Ну а я так думаю Поорать я в этой игре еще успею Ой Слышу рык патальщика Ну ладно Посмотрим Пройдемся сюда Так Что мне нужно найти? Мне нужно найти камеру Телефон И ключи Что-то мне подсказывает Что если я отопру те двери То сумею и камеру найти И телефон Ладно Сегодня моя задача Это найти камеру Телефона Что дальше Мы потом Проходить будем Ну ладно Блин Вот только серьезно Вот то что Фонарик Слишком яркий Вот это вот все портит Серьезно У фонарика Слишком яркое освещение Становится плохо видно Если близко подойти Ну ладно Ну что Выходить или не выходить? Лучше пока не будем выходить Посидим в укрытии Да дождемся падальщика Дождемся падальщика Вот как только он мимо пройдет Тогда и вылезем Сейчас я боюсь Нет я серьезно Очень боюсь Ладно Чтоб не было скучно Просто так буду болтать Да Да кстати Мне монетизацию Не подключили до сих пор Я не знаю Просто уже не отвечают На заявку Я два месяца Уже жду И до сих пор Не ответили Вот подал я заявку В ноябре 26 Ну или 27 Где-то так И в конце декабря Мне должны были По идее ответить Но декабрь прошел Мне не ответили Январь уже почти прошел 28 число Опять До сих пор Не ответили Я не знаю О Падальщик Так Идем сюда Во Ключ Вы нашли ключ Ой А это что Это что Чьи-то глаза Блин Это жесть Это Это очень жестко Так Ой Ух ты Блин Зараза Кто захлопнул дверь Падальщик Что ли Зачем Вместо того Чтоб дверь закрывать Надо наоборот На меня набрасываться Нет Тут что-то не чисто Я это Нутром чую Тут Чё-то не чисто Так А в этом ящике У нас что Так Ладно Откроем эту дверь Опять кухня И опять Ничего полезного Слышу Рык Падальщика Тут Опять полка Валяется И опять Пусто Так Ну ладно На счёт Три Раз Два Три Чисто Обманчиво Это всё Обманчиво Очень обманчиво Мне кажется Лучше опять Дождаться Пока Падальщик Пройдёт В тот раз Он быстро Прошёл Достаточно Нет Серьёзно Эта игра Тут такая Что лучше Не рисковать Но хотя бы Радует То Что От падальщиков Удрать Можно О А вот и Падальщик Вот Чёрт Он меня Спалил Нет Нет Ай Блин Ай Ты Мёртв Блин Меня Падальщик Сожрал Это Страхово Вот Слышал Как он там Рычал Меня Поедал Ну ладно Продолжить Попробуем Может Тут хотя бы Поход Чикпонты Есть Ну а где Мой Чикпонт Там где Меня Падальщик Сожрал Стоять Мне чё Надо всё По новой Блин Ёшкин Матрёшкин Ладно Ну давайте Тогда По новой Тут всё Пооткрываем Чтоб я знал Что я тут уже был Да все записки Пособираем Эту записку Я уже читал Просто тут Уже тупо Открываю Все ящики Чтоб потом Не путаться И знать Что я В этой комнате Уже был Чтоб она была Помеченная Так сказать Эй Пять Залагала Чутка Окей Да И в очередной раз Говорю Вот то что У этого Фонарика Освещение Такое Яркое Это мешает Это Серьёзно Мешает Вот сейчас Оттуда Вылезет Падальщик Всё Теперь Эту фразу На протяжении Всего прохождения Я уж даже Не считал Знаю Потому что Что много Ну нет Серьёзно Графика Здесь Зашибенная Но Ну то что Фонарик Такой Яркий Мда А ведь Когда-то Это поход Если написано Что это Отель Наверняка Когда-то Это было Обжитое Место Теперь Вон Чё От него Осталось Эй Дурацкий Лак Да блин Ну всё Хорош Лагать Всё Надо будет Обязательно Почистить Жёсткий Диск Эй Ну Обязательно Надо будет Жёсткий Диск Почистить Всё Больше Пока я В такие Играть Пореж Буду Или вообще Не буду Вернусь К компьютерным Играм Вон И пройду И удалю Чтоб Жёсткий Диск Очистить То у меня Серьёзно У меня очень мало Свободного места На жёстком Диске Поэтому игры Лагают Вот Опять Так Осторожно Закрыто Найдите Ключ Оу Не 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 Падальщик Чешет Рычит И Назад Попёрся Всё Туй отсюда Падальщик Всё Сюда Вы Как видите Он Не Идёт Подождите Давайте Ещё Записочку Соберём Да Я не знаю Конечно Наш дружбан Наверное Уже не выжил Тут Но хотя Хочется верить Что он всё ещё Жив И где-нибудь Тут сидит В потаённом уголке И ждёт Нашей помощи Если это так То я его спасу Но если тут найти Камеру И телефон Значит Скорее всего Мне кажется Его уже Нет в живых Увы То что всё В общем Хана ему Возможно Мы где-нибудь Даже его Найдём Окровавленное тело Так Ну что Будем ждать Падальщика Ну давайте Подождём Я тут ещё Поболтаю Насчёт этой игры Да Кстати Ещё хочу сказать Вообще-то Распродажа Тут на эту Игру Была Очень давно Очень давно Я её Давно Скачал Просто у меня всё Не было Времени Её снять Всё Попытался Найти Подходящий Момент Я её Давно Уже Хочу Снять Ну наверное Всё Да я вообще Обеговорил Всё Видос по Леджендаре Видос по Леджендаре И до сих пор Не выложил Сначала Про бабку Грейн Не выложил Потом Про монашку А теперь Вот По этой Игре Нет Всё Надо Леджендаре Пройти Потому что Она много Занимает На диске И Сайлент Хин Тоже Чтоб Почистить Диск Маленько Потому что У меня Там Лежат Ещё Две Большие Игры Которые Я в Стиме Купил На Новый Год Это Были Dead Island Dead Trap Tide Вот я Их Тоже Снимать Собираюсь О Падальщик Припёрся И упёрся Вы Воспользовались Ключом Самок Открыт Ну чё Ой Кровь Очень Много Крови Чья То Рука Ё Моё Это Пипец Видимо Кому-то Не повезло Ну что ж Блин Пресс Ф Чё ещё Сказать Как бы Ещё Мне Пресс Ф Не делали То Сейчас Ещё Подохну Уже Вон Сдох От Падальщика Он Меня Сожрал Уже Один Раз Я Не понял То есть Получается Он Тебя Цапнул Если Один Раз То Ты можешь Ещё От него Свалить Если Он Тебя Тво Раз Подряд Угусит То Всё Тебе Крышка Так Вон Оттуда Я Пришёл И Вот Сюда Иду О Записочка Третья Её Ещё Не Точитал Так Слепой Не Обладающий Острым Обонянием Падальщик Чувствует Присутствие Живой Плоти Тебя Не Спастут Даже Толстые Стены Окажись Ты На Нужном К нему Расстоянии Он Очень Долго Может Преследовать Свою Жертву О О Это 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 Конечно Плохо Но Вообще Хоть Он Может И Может Долго Преследовать Снова Утрать От Него Реально Утрать От Него Я Могу Ну Всё Больше Тут Походу Нет Ничего Полезного Я Должен Идти Туда Ой Тьфу Чёртова Решётка Оу Шит Ран Вася Ран Ран Вася Ран Не Оставь Шанса Мусорам Падальщик Иди В задницу Давай Давай Дуй Отсюда Тут У нас На второй Этаж Проход Но Он Здесь Заблокирован И Доступен Только Там Вон Падальщик Дверь Прооткрылась Так Мне кажется Ли Сейчас Скоро Вылезет Второй Падальщик Осторожно Открываем Дверь И Назад Назад Никаких Падальщиков С С Ох Слава богу Так Ладно Я тут уже 40 минут Играю Камеру с телефоном Еще не нашел Это просто оторвали голову блин то же самое хотел сказать охренеть охренеть серьезно то же самое хотят так стоять по-моему эти звуки доносились он из этой комнаты под ней кровь скорее туда еще один бедолага этого просто разорвали на куски египетская сила все блин ок начинается черт слышу рык падальщика но он там ой падальщик прошел но к нам он не заглянул и не надо подождите я видел еще одну записку здесь чё тут думаешь ты спрятался ему не обязательно что не что-то видеть он почувствует тебя сквозь стены твое убежище станет для тебя ловушкой следи изучая его движение только потом иди сам но это я уже и сам понял это уже и так понял я уже немного так сказать рассчитал траекторию движения падальщика то есть как он ходит он тут хоть просто туда-сюда да блин египетская сила все это конечно интересно но я до сих пор не не нашел ни камеру не телефон куда мне надо идти я тоже понятия не имею возвращаться ли мне в тот жуткий коридор с падальщиком или уматывать но видимо возвращаться падальщик ведь только что туда ушел блин с меня потихоньку сползают наушники сейчас поправлю микрофон так а теперь живо в эту комнатку здесь ничего полезного нет ой чё это блин иди 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 нет ну пока еще достаточно что сильно чтоб матернуться и я не испугался да и вообще ладно матернусь пару раз если даже ничего страшного не будет вот у меня один подписчик был конечно сейчас он захотел только вот не но походу недавно свой канал на ютубе еще удалил я потому что хотел посмотреть если у него новые видосы недавно захожу по его канала нету уже все удалил он свой канал по ходу ай ааа блин ты мать твою сука давай ай ааа вот черт вот теперь я реально испугался но матернулся я не крепким словцом а так фу ты даже этот не нашел Ну ладно, на этом, наверное, пока всё Может, попытаюсь отыскать эту камеру в другой раз Но теперь я хотя бы знаю Это пока, наверное, будет ознакомительный ролик А в следующий раз тогда не только камеру с телефоном искать буду, но и дальше проходить Ладно